18 марта 2021 года 19-летняя алматинская студентка Аяжан Едилова, как обычно, загрузила видео в свой ТикТок. На нем девушка веселая и жизнерадостная, поет и танцует. Но уже спустя несколько дней Аяжан найдут мертвой. Вернее, найдут то, что от нее останется. Находка будет настолько ужасной, что родным девушке придется даже делать ДНК-тест, чтобы наверняка убедиться в том, что найденные по всему городу останки действительно принадлежат их пропавшей родственнице. 19 марта был самым обычным для Аяжан днем. Девушка училась на четвертом курсе в Академии дизайна и моды в Алма-Ате. Она была примерной студенткой и никогда не пропускала занятия без уважительной причины. Поэтому, несмотря на то, что был конец рабочей недели, и некоторые студенты могли позволить себе прогулять лекции, к Аяжан это никак не относилась. С утра она, как обычно, отправилась на занятия, а после них – на работу в салон красоты. Несмотря на довольно юный возраст, девушка точно знала, чего она хочет от жизни, и делала все возможное, чтобы воплотить все свои мечты в реальность. С детства Аяжан питала любовь к шитью. Поначалу это были милые платья для кукол и небольшие сувениры для родных. Но чем старше она становилась, тем все отчетливее понимала, что хочет связать с шитьем всю свою жизнь. Чтобы получить специальное образование, девушка поступила в Академию дизайна и моды в Алмате, переехав сюда на время учебы из родного Талдыкургана. Параллельно с учебой она шила одежду на заказ и продавала ее через свой интернет-магазин, таким образом позиционируя и развивая свой собственный бренд Айалан. Кроме того, она также успевала работать в местном салоне красоты мастером маникюра. В последнее время дела в интернет-магазине пошли в гору. Число заказов увеличивалось, и Аяжан это, несомненно, очень радовало. Девушка просто горела и жила своим делом. Она мечтала, что когда-нибудь со своим брендом одежды выйдет на турецкий рынок. А так как в правилах Аяжан было не просто мечтать, но и что-то для этого делать, она записалась на курсы по изучению турецкого языка. И даже успела уже посетить несколько занятий. Ее целью было выучить язык за несколько месяцев. И преподаватель, который занимался с Аяжан, нисколько не сомневалась, что у нее это получится. Женщина характеризовала девушку как ответственную, упорную и очень целеустремленную, поэтому была уверена, что раз Аяжан поставила перед собой такую цель, значит точно ее достигнет. Рабочий день салона красоты, в котором несколько раз в неделю Аяжан подрабатывала, заканчивался в 9 часов вечера. После закрытия салона девушка спешила в студенческое общежитие, в котором проживала, так как оно закрывалось в 11 часов. Аяжан всегда приходила вовремя и никогда нигде не задерживалась, но 19 марта стала исключением. В тот вечер девушка в общежитии так и не появилась. Морал Аубакирова, заведующая общежитием, в котором Аяжан проживала, позже говорила в интервью, никогда до этого дня не замечала, чтобы Аяжан не ночевала в общежитии, либо гуляла допоздна. Она была очень воспитанной и ответственной. Поэтому мы вместе с ее друзьями стали первыми, кто забил тревогу и обратился в полицию. Наверное, даже не имеет смысла рассказывать, какой ответ от полицейских на обращение о пропаже молодой девушки последовал. Ждите, нагуляется и придет. На следующий день, так не дождавшись появления Аяжан в общежитии, родственники девушки забили тревогу. Молодой человек, с которым она начала встречаться незадолго до исчезновения, ничего не знал о ее местонахождении. Поэтому родным ничего другого не оставалось, как пойти в полицию и требовать начать поиски. Пока родственники пропавшей Аяжан из Талдыкургана добирались до Алма-Аты, в полицию отправилась ее старшая сестра, которая здесь проживала. В 12 часов дня женщина приехала в РОВД, чтобы сообщить о пропаже человека и написать соответствующее заявление. Но ее отказались там даже принять, и выпроводили со словами. «Сейчас никого здесь нет, все на усилении, на митингах. Ожидайте, она вернется. Наверное, спит сейчас где-то с парнем». Ничего не добившись, женщина вернулась домой. К этому времени из Талдыкургана приехали остальные члены семьи Аяжан. И они вместе, обсудив ситуацию, решили вновь идти в полицию и настаивать на том, чтобы девушку все-таки начали искать. Особого рвения у полиции к поискам не было. Поэтому семья Едиловых за помощью обратилась к волонтерам города Алма-Аты. Листовки с фотографией пропавшей Аяжан Едиловой расклеивались в тот день повсеместно. Кроме расклеивания листовок, волонтеры проводили и поисковые работы в надежде найти Аяжан живой и невредимой. Однако никакой существенной информации относительно местонахождения девушки 20 числа таки не было получено. 21 марта к поиску Аяжан подключилась уже и полиция. Была создана специальная следственно-оперативная группа, которая занималась поиском пропавшей девушки. В этот день слаженная работа волонтеров, которая и днем, и ночью искали молодую студентку, принесла свои плоды. Так волонтерам удалось найти водителя такси, который 19 марта подвозил пропавшую девушку вместе с каким-то молодым человеком в микрорайон Нуркент. Они незамедлительно передали полученную информацию в полицию. А уже спустя некоторое время в руки полицейских попали записи с камер видеонаблюдения, на которых отчетливо видно, как 19 марта 2021 года Аяжан Едилова входит в лифт одной из многоэтажек микрорайона Нуркент в сопровождении некого молодого человека. Следователям понадобились считанные минуты, чтобы узнать его имя и адрес проживания. 21 марта в 10 часов вечера сотрудники полиции прибыли на предполагаемое место преступления. 28-летний Рахман Бердит Арибеков, который жил по этому адресу, согласно сведениям полицейских, находился в это время дома. Однако открывать дверь молодой человек не спешил. Сотрудниками полиции было принято решение провести штурм квартиры и вскрыть дверь. Попав внутрь, перед полицейскими предстала ужасная картина. Повсюду пятна крови и расчлененное тело на полу. Даже опытным оперативникам от увиденного становилось не по себе. Хозяина квартиры удалось найти не сразу, так как он тщательно там прятался. Однако, как только он был найден, молодой человек поспешил свести счеты с жизнью. Он был готов на все, лишь бы не попасть в руки полиции. К счастью, ему успели оказать первую медицинскую помощь до приезда скорой. Затем отправили в больницу и экстренно прооперировали. Говорю к счастью, а у самой язык, так сказать, с трудом поворачивается. Но, наверное, все-таки к счастью, потому что теперь преступник ответит за свои поступки в полной мере. В больнице Таребеков находился несколько дней, а когда его состояние улучшилось, его перевели в СИЗО. Пока подозреваемый лежал в больнице, съемная квартира, в которой он проживал, была опечатана, и в ней проводились следственные мероприятия. То, что следователи и криминалисты там нашли, было поистине ужасающе. Трудно было поверить, что все это мог совершить человек. В квартире были найдены человеческий скальп, кожа, выбитые зубы и ногти, которые аккуратно были разложены каждый по отдельным целлофановым пакетам. Кроме этого, в квартире также были найдены расчлененные части тела и череп. Как позже установит судебно-медицинская экспертиза, голову жертвы длительное время варили в воде, в результате чего от нее остался лишь череп. Не все фрагменты тела полиции удалось найти в этой страшной квартире. Однако за последующие дни они были найдены в различных частях города, выброшенные, словно ненужный хлам, в мусорные контейнеры и баки. Словно мозаику, полиция по всему мегаполису собирала недостающие фрагменты человеческого тела. Опознать тело было невозможно. Поэтому родственники потребовали сделать ДНК-тест, чтобы убедиться, что найденные останки принадлежат именно Аяжан Едиловой. Они до последнего сомневались в этом и верили в то, что это какая-то ошибка. Однако результаты ДНК-экспертизы расставили все точки над «и». Пропавшая 19 марта Аяжан Едилова была найдена. На допросе задержанный рассказал, что в ночь с 19 на 20 марта между ним и убитой произошла ссора, в результате которой приблизительно в 11 часов вечера он и убил девушку. Согласно показаниям задержанного, он испугался, что его найдут и посадят. Поэтому решил избавиться от тела путем расчленения. В эту же ночь некоторые части тела убитой он вывез из квартиры и раскидал в разных частях города и за его пределами. На вопрос следователей о том, была ли между ним и убитая связь, подозреваемый ответил однозначным отказом. Однако это еще предстояло проверить. Родственники убитой девушки не понимали, для чего человеку, который пусть даже решил таким ужасным образом замести следы, выбивать у жертвы зубы, выдирать один за другим ногти и снимать скальп. Они подозревали, что Аяжан не первая жертва преступника. И скорее всего эти ужасные вещи он делал не просто так. В ходе оперативных мероприятий было установлено, что задержанный Торибеков ранее учился в медицинской академии на фармацевта. Однако доучиться ему так и не удалось, поскольку он был отчислен из учебного заведения за неуспеваемость. Как только эта информация была получена, следователями даже высказывалось предположение, что возможно Торибеков использовал части тела в каких-то медицинских или коммерческих целях. Были подняты его переписки в социальных сетях и проверены все девушки, с которыми он когда-либо общался. К счастью, все они оказались живы. Предположение следователей на этот счет не подтвердилось. Также в ходе оперативных мероприятий было установлено, что между Торибековым и Едиловой была некая переписка на сайте для знакомств в Баду. Как только эта информация просочилась в интернет, многие пользователи социальных сетей, не зная всех обстоятельств дела, стали обвинять случившимся саму девушку. Якобы из-за финансовой выгоды она согласилась вступить с Торибековым в отношения. На эти мысли людей подтолкнуло также и видео, где Аяжан добровольно заходит с молодым человеком в лифт. Никто из знакомых девушки не был согласен с этими высказываниями в ее сторону. Родные, друзья, преподаватели и просто знакомые Аяжан в один голос твердили, что девушка в отношении с парнями была очень скромной и ни разу не давала поводов усомниться в своей воспитанности. Родственники Аяжан знали, как много сил она тратила в последнее время на развитие своего интернет-магазина и бренда. Они были уверены, что подозреваемый завлек наивную 19-летнюю студентку в эту квартиру под предлогом, связанным с трудовой деятельностью Аяжан. Например, сделать замеры, оформить заказ или что-то вроде этого. Соседка девушки по комнате в общежитии, с которой Аяжан очень хорошо дружила и делилась самым сокровенным, рассказывала следователям, что незадолго до трагедии девушка поделилась с ней радостной новостью. Мол, появился человек, который очень заинтересовался ее брендом и хочет купить всю ее коллекцию. Следователи были уверены, что этим человеком и был тот самый Таревеков, который таким образом заманил несчастную девушку в свою ловушку. Когда в руки следователей попала та самая переписка задержанного Таревекова с убитой Едиловой, предположения следователей полностью подтвердились. А безосновательные слухи по поводу распущенности девушки, которые так смаковали пользователей интернет-форумов, так и остались всего лишь слухами. В Туркестане, откуда задержанный был родом, отказывались верить в то, что он способен пойти на такое зверское убийство. Учителя и директор школы, в которой Таревеков учился, характеризовали его как тихого, скромного, спокойного и неконфликтного человека. Согласно их заявлению, сын педагогов, отличник и гордой школы не способен на убийство. И, скорее всего, его просто подставили или заставили взять чужую вину на себя. Все это время, пока проводились различные экспертизы и велись допросы задержанного, родным убитой Аяжан Едиловой не выдавали тело для захоронения. И лишь 16 апреля 2021 года, спустя практически месяц после убийства, останки девушки передали родителям в цинковом гробу. Аяжан похоронили на ее родине, в Талдыкоргане. Вплоть до конца 2021 года подозреваемый в убийстве Аяжан Едиловой находился в следственном изоляторе до выяснения всех обстоятельств. И лишь 31 декабря 2021 года над ним состоялся суд по двум статьям – изнасилование и убийство. Согласно официальной версии следствия, 16 марта 2021 года Тарибеков познакомился с Едиловой посредством социальной сети, под предлогом заказать у нее одежду бренда Айалан. Вечером 19 марта Тарибеков встретил девушку возле ее общежития и пригласил к себе домой, чтобы договориться об условиях сделки и оформить заказ. Угрожая убийством, мужчина надругался над девушкой, а затем задушил ремнем и избавился от тела. Надругательство, которое так отрицал ранее на допросах Тарибеков, все-таки было. Это доказала судебно-медицинская экспертиза. Родные девушки очень боялись, что обвиняемого могут признать невменяемым. Однако психолого-психиатрическая экспертиза показала, что никаких проблем у задержанного нет. Адвокат Кадыржан Галымжанулы, представляющий семью девушки, в одном из интервью для прессы сообщил, что за все время следствия было проведено около 30 различных экспертиз, а само дело занимает порядка 30 томов. Родственники убитой Айажан Едиловой, а также адвокат потерпевшей стороны, требовали на суде самого жестокого наказания для преступника, а также возмещения им морального ущерба в размере 26 миллиардов 358 миллионов тенге. По совокупности совершенных Рахманбердита Рибековым преступлений, суд назначил подсудимому максимально возможное наказание в виде 25 лет лишения свободы. Оснований для назначения наказания в виде пожизненного лишения свободы суд не усмотрел. Также судья частично удовлетворил гражданский иск потерпевшей стороны о взыскании с подсудимого морального ущерба в пользу пострадавших в размере 20 миллионов тенге. Несмотря на то, что убийца Айажан Едиловой задержан и наказан, родственники убитой девушки не могут забыть того страшного дня, когда они пришли в полицию, а им отказали в приеме, не хотели принимать заявление и искать пропавшего человека. Брат Айажан в одном из интервью для прессы сказал, «Из-за халатного отношения полиции мы потеряли сутки». За это время маньяк не спешил и спокойно расчленял тело. Варил голову, от которой в итоге остался один только череп. И все. Родные были очень подавлены тем, что их красавицу Айажан пришлось хоронить в закрытом цинковом гробу. И что им не удалось попрощаться с любимой дочерью и сестрой по-человечески. Полиция же никакой вины за собой не признает. В ответном комментарии они ссылаются на то, что все это неправда, что, мол, как только родственники пришли, так сразу и были предприняты все меры. Но, к сожалению, факты говорят об обратном. Друзья убитой Айажан также рассказывали, что на странице Таребекова в социальной сети на момент его заключения под стражу красовался статус. «Улыбнись жизни, и она обязательно улыбнется тебе в ответ». Вряд ли для того, чтобы твоя жизнь тебе улыбнулась, нужно лишать жизни другого человека. Но, наверное, у убийцы на этот счет было какое-то свое мнение. Я верю в закон бумеранга. Верю в то, что каждому воздается по его заслугам. И очень хочу верить, что жизнь этого человека перестала ему улыбаться раз и навсегда с тех пор, как он задумал у себя в голове изнасиловать, а затем так жестоко убить эту несчастную девочку. Субтитры создавал DimaTorzok